Новый год нон-стоп на радио Нижний Новгород. Новогодний гость. А это не для вашей передачи, это другое. Это даже не сценарий, это некоторые документы, которым мне надо позаниматься, выдумать, как я вот так вот просто буду говорить про Новый год и ничего по делам не будет. Все, время не ждет, все концентрировано и сжато. Все успевать надо. Про год 2012, наконец-то есть возможность вас поздравить еще раз во всеуслышание с тем, что вы стали президентом хоккейного клуба «Торпеда». Зря расслабились, ну и конечно с тем, что вы поменяли статус, с тем, что вы теперь женатый человек. У вас был очень хороший год. У меня такого насыщенного года событиями во всех действительно направлениях и по работе, и в личной жизни, и по увлечениям. Я думаю, что на самом деле не помню таких ярких годов, прошедших, как в 2012-е. Про увлечения можно поподробнее? Это вы о чем? Как нормальный горьковский пацан, я должен быть хоккеистом. А как в Нижнем Новгороде, я родился в Горьком в 67-м году, и в Черебинках у нас было только одно развлечение и занятие. Мы все играли в хоккей, сначала в дворовой команде, а потом тех, кто поудачили и приводили в те команды, которые играли на чемпионате области, города. Мне пришлось поиграть даже за команду «Искры», кто помнит, была такая в Канавинском районе, очень даже хорошая команда. Ну, по крайней мере, две тренировки в день было. А самые успешные из дворовых хоккеистов стали президентами «Торпеда». Давайте все-таки, у нас не получилось накануне в программе «Утро с градоначальником» затронуть тему «Торпеда». Не скажу, что она сильно праздничная, но, с другой стороны, вот случилось, и знаете, чем она интересна? Такое было очень волевое решение, я говорю про вообще всю смену всего тренерского штаба. Почему было принято такое решение? Ну, действительно, тема сейчас непростая, с одной стороны, с другой стороны. Мне, наоборот, кажется, правильно принимать решение, а не с тихой, затаенной надеждой ожидать, что да нет, нет, это все временно, сейчас все исправится, исправится и так далее. Это, наверное, для болельщиков вот так произошло неожиданно. А это совсем не так. Практически с самого начала сезона команду лихорадила, команда так и не могла нащупать свою игру. Причем, для специалистов проблемы были очевидны, и уж не буду сейчас перечислять, это там, как мы заходим в зону, как мы встречаем нападающих, где нас встречают и где мы встречаем. Как у нас работают защитники, как они дают первый пас, как выводят из зоны, как у нас помогают линейные нападающие встречать, помогают защитникам, помогают. Какой у нас настрой, то, что чаще всего болельщики обсуждают, вот у нас трой команды, и тот, и так далее. И это тоже имело значение, и неоднократно я встречался сам с главным тренером, говорили о том, что у нас происходит, какие есть мероприятия по выходу из этой ситуации. Надо сказать, что в силу нордического характера Карри, он в основном говорил, ну мы стараемся, мы очень много работаем. Но я же не только встречался, и не только я, кстати, насчет волевого решения, это коллективное решение, правление, это на самом деле не один Кондрашов или не один Осипенко. Мы же встречались и со самими хоккеистами, с ребятами, тоже слушали, конечно, они сдержаны всегда в оценках, но складывалось впечатление, что команда решила, что все сложилось в прошлом году, и теперь только нужно идти по накатанным рельсам. А это не так, во-первых, изменился чемпионат, появились другие команды, приехали сильные игроки, потом нашу команду и манеру ее игры изучили соперники, надо было менять что-то и по ходу чемпионата, приносить какие-то изменения и тренироваться. А вот этого было явно недостаточно, и ничего не помогало, мы и хвалили, и подбодрили, и покупали НХЛовцев, и не ставили НХЛовцев, меняли составы. В результате изменений не было. Вот была последняя надежда, что, может быть, после той вот серии, которую мы, помню, встречали с Карей, говорили, вот у нас перед встречей с нефтехимиком, нужно набрать, у нас 15 очков на кону стояло, нужно набрать хотя бы 10, для того, чтобы уверенно быть в зоне плей-офф. Но если кто следит за хоккеем внимательно, набрали мы всего три, победив Акбарс. Я вот помню, даже с Карей разговаривал, Карей, ну как вот объясни мне, мы третью игру нефтехимику проиграем тренеру, которого убрали для того, чтобы освободить для тебя место. Я уж сейчас так откровенно говорю на эту тему, но тем не менее, это было именно так, но нельзя так все проигрывать, и сейчас все безвольно, и ничего не меняется. Также мы рассчитываем на наших ветеранов, они играют и в меньшинстве, и в большинстве, в результате они просто к третьему периоду выдыхаются и еле передвигаются по площадке. Где наша молодежь, почему не делается, там, только в конце у нас какие-то стали появляться ударные звено для игры в большинстве. В общем, надо было что-то делать после того, как мы сыграли, там, если можно это назвать, победой 2-1 с автомобилистом и полный развал с Магнитогорским. Дело не в том, что Магнитогорск сильная команда, но и подумаешь, проиграли Магнитогорск, все проиграют Магнитогорск. Не так, смотря как проиграть, это тоже показывает, насколько команда готова, ведь проигрыш, проигрыш рознь. Надо было принимать решение. Говорить о том, что мы там вынашивали планы, какого-то тренера договаривались, это неправда. Мы обратились в трудную минуту к своему специалисту. Вячеслав Серафимович является тренером команды, в системе клуба, команды «Чайка», поэтому мы обратились к нему и попросили его поработать, причем мы ему полностью доверяем. И, я еще повторяю, мы ни под кого его не готовили. Он сейчас является нашим главным тренером. Ну, в конце концов, почему не давать шанс в том числе и нашим игрокам? Откуда берутся сегодняшние главные тренеры? Тот же Назаров, Квартальный, Емелин, Буцаев, в конце концов. Сегодня это главные тренеры ведущих команд, и ничего, когда-то они тоже были, наверное, рискованные. Сегодня все в руках Вячеслава Серафимовича. Я уверен, что он преодолеет все сложности, просто даже по характеру, по такому горьковскому, у него настрой такой, чтобы преодолеть все эти трудности. Я знаю, что ребята очень стараются, тоже переживают. Никакого разлада о том, что там говорят, вовсе нет. И хорошо НХЛ-овцы вошли, и как раз вот складывалось там впечатление, что у Карии особенные отношения с иностранцами, они так в своем такой касте нет. Сейчас все в порядке, они играют. Ну, да, мы проиграли вчера, потому что вот этот был провал опять в организации игры. Конечно, за одну игру, за две игры это не меняется. Но меня порадовало хотя бы то, что не развалились, не опустили руки, не бросили. Они стали бороться, но не хватило и везения, не хватило времени, где-то в том числе и мастерства. Будем бороться, будем дальше играть. У нас есть много вопросов к защите, здесь мы намерены и усиляться. Думаем об этом, не так все просто, что был бы супермаркет, где продавались бы замечательные хоккеисты, защитники и так далее. Вы бы прикупили. Мы бы так и сделали. Конечно, болельщики эмоционально сейчас многие относятся к тому, что вот убрали Ялнина, он такой хороший. Но давайте так. Первое. Все-таки, что значит, что он сделал у нас хороший сезон? Он вернул команды внутреннее уважение. Это действительно так. Для этого тренировок, кстати, и берут. Если у них не получается, а такое тоже очень часто случается, тренер вырабатывается. Есть такое, вот он пришел со своей моделью, он стал тренировать команду, потом вот он дал, что знал, а теперь нужно как-то перестраиваться. И великие тренировки это умеют делать. Они перестраиваются, переналаживают команду, знают, что делать. Не знал, Карри, я вам утверждаю, не знал. То есть он боролся, он старался, но кардинально изменить он уже ничего не мог. А команда опускалась. Если бы она балансировала или бы медленно шла вверх, и что-то можно было говорить, команда опускалась. Поэтому, да, и это же не конвейер какой-то, это же игра. Вот к этому нужно относиться как к игре. В игре он, там целый сплав. И чувствовать игроков, и эмоциональных настрой, состояние физическое, соперника, как настроить. Как вот этого у Карри пропало. Я еще, кстати, хочу сказать, ну, он, кстати, достаточно спокойно отнесся. В конце концов, его же ни в шаху, ни в котельную, эти самые, грузить отправили. Он сделал все, что мог для нашей команды. Мы поблагодарили его за работу. Расстались очень хорошо. Все, поехал встречать Рождество и Новый год к семье. А мы боремся за плей-офф. И я уверен, что мы войдем в плей-офф. У нас все основания для этого есть. Команда у нас хорошая, авторитетная. И сегодня в хоккейном мире России это очень хорошее. Мы на хорошем счету. Просто надо самоорганизаться. Сейчас какая-то всех лихорадит. Видите, отставок прям таким комплексом было много очень. Спасибо от имени всех болельщиков Нижегородных. Да все будет хорошо. Надо верить в свою команду. Верить в команду. Я думаю, если в планах в эфирных на радиостанции Нижний Новгород в следующем году спортивная хоккейная программа, я уже знаю, кто будет ее почетным ведущим. Давайте прервемся на короткие пробки, а потом вернемся в студию. У нас новогодний гость, глава администрации города Олег Кондрашов. Новый год нон-стоп на радио Нижний Новгород. Новогодний гость, новогодний гость, новогодний гость. 15.31 в Нижний продолжается наш праздничный марафон. Новый год нон-стоп в нашей студии. По-прежнему глава администрации города Олег Кондрашов, который сегодня очень неформален, очень улыбчив, с подарками пришел. Но подарки чуть позже, потому что это действительно отдельная песня. С торпеда точки над «ы» расставили. Действительно, болельщикам стало многое понятно. Давайте про Новый год и все-таки про то, что вам... Вы знаете, кстати, провели социологический опрос. У нас же любят соцопросы в Нижний Новгород. О, хлебом не корми. Это был специальный женский социологический опрос. И спросили, какое событие уходящего года вы считаете самым знаком? На первом месте спокойно метро. На втором – свадьба Олег Кондрашов. Правда же? Правда. Вот, могу показать результат. Это интересно. А наши социологи, Александр Прудник, в частности, говорит, что женщины, вопреки вот там всем ученым, абсолютно верно расставили акценты, потому что теперь политика в городе будет иной. Ну, я наоборот думал, что расстроится, потому что был хороший очень глава администрации, которым некуда было спешить. Ему целый день... Круглые сутки можно было находиться на работе. До теперь, я вам честно скажу, что я часов так в семь, начинаю уже поглядывать на часы и планирую свои дальнейшие мероприятия. Все-таки жена, между прочим, молодая ждет, поэтому я должен ехать домой. Поэтому кое-что изменилось. Но это правильно. Руководитель города не может быть. У нас, конечно, в состоянии холостые. Поэтому, конечно же, это важнейшее событие в моей жизни. Не просто у меня, так я вам откровенно скажу, складывалось в личной жизни. Поэтому я очень счастлив от того, что это все-таки у меня случилось. И мне как-то... Ну, я успокоился, и жизнь стала... Ведь я не только работаю, но и живу. Вот, поэтому все очень четко и поняли, что это хорошо. Вовремя накормленной, вовремя обласканной политикой. Это всегда хорошо, на всех уровнях. В связи с этим у вас будет какой-то совершенно особенный Новый год? Или вы от традиции не будете отступать? Я консерватор и убежденный ценитель Нового года как семейного праздника. Конечно, в первую очередь нужно собираться в Новый год с семьей, с родными, с близкими людьми, с друзьями. Потому что часто бывают друзья становятся, особенно вот мне 45 лет, в этом возрасте. Это очень ценно. Я никогда не ходил на Новый год ни в какие рестораны. Честно скажу, я всегда праздновал Новый год либо дома, либо у себя дома, либо у родителей, либо вот в гостях у близких друзей. И был всего один эксперимент в своей жизни, что я думал, подкупился, думаю, вот в 2000 году, это миллениум, и я поеду куда-нибудь, и я знаю, куда. Поеду в Лас-Вегас тогда, помню, был. Там наверняка будет самый лучший Новый год, которым можно придумать, переливаться огни будут. Америка, Лас-Вегас, все будет красиво. Да, все было, переливается огни. Это был самый худший Новый год в моей жизни. Просто какой-то не Новый год, а бред. Мы сели, во-первых, для американцев Новый год, это, конечно, какое-то событие, повод выпить там еще по одной бутылочке, Будвайзер и там что-то еще. Как-то все мимоходом мы сидели в ресторане, такие нарядившиеся. Американцы были, это хороший ресторан был, самые обычные. И мы все, во-первых, там нет самого главного. Там нет оливье, там нет мандаринов, там нет иронии судьбы с легким паром. Курантов и президента. И нет курантов с президентами. Когда же Новый год-то? И вот мы сидим и смотрим на эти часы, открывали шампанское. Вроде сейчас официант пробегает, а чего вы не пьете, уже Новый год. Ой, давай чокаться, поздравляй друг с Новым годом. Тут же идет следующий, говорит, а подожди, чего вы чокаться, сейчас через две минуты как раз будет Новый год. Да елки-палки, думаю, что же это за Новый год. А я, несмотря на то, что уже взрослый человек, до сих пор верю в чудеса. Я вам искренне говорю, каждый Новый год я загадываю желания. Вот в этот промежуток, когда бьют куранты, я, конечно, ничего не пишу, ничего не жгу, не запиваю. Когда вот я видел в одном фильме и слышал, что так действительно делают, но загадываю я желание. Было, что не сбывалось. Но было бы странно, если бы они сбывались всегда. Я не такой, я все время стараюсь заказать, в смысле попросить очень важное для меня, но все-таки реальное. Но потом все это происходило не в этот год, но в следующий год, видимо, время приходило. Вообще Новый год удивительный праздник, такой теплый, семейный. Очень люблю его. В этом году буду встречать, конечно же, опять же, в кругу семьи. Приедет мой брат с семьей. Будут две пары друзей. Меня будем дома встречать. Но я приеду домой около 11 часов, потому что я очень хочу и проехаться по городу, и посмотреть, как все готовится. Ведь это праздник для нижегородцев, а для главы администрации это период напряженной работы. Всегда. Хоп-хоп-хоп-хоп. Знаете, как мы волнуемся, чтобы, не дай бог, что сейчас не произошло, какая-нибудь авария. Потому что, ну, может быть, она маленькая авария в размерах города, но для каких-то людей это серьезная беда, серьезная проблема. Я представляю, даже без электричества. Без воды. В большом городе без этого не обойдешься. Конечно, это происходит, но надо сделать все необходимое для того, чтобы в этот, вот в этот день моментально, по возможности, быстро все устранить, для того, чтобы и подготовка, и сам праздник у людей было хорошим. Так что работы очень много. Кстати, спасибо за работу, проделанную на улицах. Сегодня с утра было очень хорошо ехать на работу. Надо же. Да, молодцы. Мы поняли, почему. Потому что одной единицы техники снегоуборочной в нижнем стало больше. Она сейчас у нас в студии, на столе подарок от Олега Александровича. Ну, для слушателя, у которого есть дети, это, конечно, а может быть, для папы молодого. Потому что, вот, я даже не знаю, что это. Как это правильно называется? Это, знаете что, вот вообще подарок, вот, классифицируется таким образом. Самый дорогой подарок тот, который ужасно жалко. Вот если его жалко подарить, то это хороший подарок, искренний. Вот мне жалко отдавать вот этот замечательный. Это не то, чтобы трактор. Это и снегопогрузочник. Это вообще погрузчик. Так, он, правда, тут еще и с ковшом задней части такой. Мой верный друг в управлении городом, в работе в городе. И снегопогрузчик, и экскаватор, и мощная такая техника для преодоления всех трудностей, которых достаточно в жизни градоначальника. И, конечно, это не настоящий трактор. Не мог я все-таки снять с улиц города еще одну единицу техники. Наоборот, где бы еще взял дополнительных по возможности. Но вот эту вот прекрасную копию, причем эта копия такая не игрушечная, она точная копия фирменной техники. И, видите, вот с фирменным лэмблом администрация города Нижненогорода все здесь присутствует. То есть можно выходить во двор и просто очистить дорожки. Кто получит, выиграет этот подарок, может использовать ее даже, ну, пусть не для небольшой, но уборки нашего города. Спасибо вам большое. Кому-то будет действительно очень приятно. Ну и в завершение хотелось бы попросить вас торжественно еще раз поздравить всех нижегородцев с наступающим Новым Годом. Дорогие нижегородцы, у нас был замечательный, насыщенный событием и год. Но я желаю, чтобы, тем не менее, все сложности, которые, проблемы были, остались вместе с нашими достижениями в этом году. А в будущий год, в 13-й, мы вошли только с хорошим настроением, с смелыми планами, верой в себя. Желаю вам, чтобы Новый год вы отметили очень хорошо. Потому что, повторяю, как мы встретим Новый год, так мы его и проведем. Никто эту замечательную народную поговорку еще не отменял, потому что это народная мудрость. Я желаю всего самого хорошего, добра, счастья, очень важно, здоровья. Ну и, конечно же, желаю любить наш город. Он действительно замечательный город. Я им горжусь и люблю его. С Новым Годом! Спасибо вас с Новым Годом! Еще раз огромное спасибо за работу, которую вы делаете вместе с нами, с журналистами радиостанции Нижний Новгород. В следующем году надеемся на такое же плодотворное информационное сотрудничество. Ну, может быть, я буду проезжать в 31 числа, еще заскочу к вам и расскажу, как у нас идет подготовка непосредственно. Вы же все равно здесь сидите, да? Мы, да, мы 24 часа в сутки, почти как вы. Спасибо большое, Олег Александрович, с наступающим вас на Новый год. Поздравляю, всего доброго! Напомню, в гостях в нашей студии был глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. Впереди много музыки и, как всегда, самые свежие новости.